Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас такой необычный урок, но посвященный Новому году. Сегодня мы с вами будем потихонечку готовиться к Новому году. Но, конечно, это уже смешно, потому что вот-вот он скоро придет. Но если вы еще не успели сделать маленькие приготовления, то мы сделаем сейчас это вместе. Итак, приготовление к Новому году. Поехали! La préparation pour nouvelien. La préparation pour nouvelien. Для начала нам понадобится, конечно же, декорация для елки. Свечи. Le bougie. Давайте вместе. Le bougie. Le bougie. Молодцы! Далее нужна гирлянда. Le girlande. Le girlande. Для того, чтобы украсить наш дом. Le girlande. Le girlande. Далее мишура. Мы будем нашу елочку украшать мишурой. И это у нас. Le girlande. Sintillant. Le girlande. Sintillant. Le girlande. Sintillant. Ну и, конечно же, елочные игрушки. Первое значение елочных игрушек это. Le boule brillant. Le boule brillant. Le boule brillant. Ну и самое распространенное сейчас название во Франции это. Le boule de Noël. Le boule de Noël. Noël – это Рождество во французском языке. Le boule de Noël. Ну, в данном случае, в нашей презентации. Le boule brillant. Отлично. Ну и, конечно же, новогодние подарки. Нужно же сделать полностью приготовление. Les étrénnes. Les étrénnes. Это не просто подарки. Это именно новогодние подарки. Потому что во французском языке слово подарки – это les cadeaux. А новогодние – les étrénnes. Les étrénnes. Отлично. Так, открытки. Les cartes postales. Les cartes postales. Отлично. Ну и, конечно же, наряженная елка. Le boule de Noël. Мы все потихонечку делали, делали и вот нарядили нашу красавицу елку. Le boule de Noël. Это уже наряженная елка. Рождественская елка, да? По-другому можно сказать. Ну, а просто елка – это le sapin. Ну, в данном случае, le boule de Noël. Ну что же, с приготовлениями мы закончили. Сейчас нам необходимо посмотреть на наш список покупок и еще раз проверить, а все ли мы купили к Новому году. La liste de comision. La liste de comision. Еще разочек. La liste de comision. Ну, конечно же, пройдемся по еде. Я написала такую самую основную российскую еду, можно так сказать. Красная икра. Le caviar rouge. Le caviar rouge. Еще разочек. Le caviar rouge. Отлично. Мандарины. Les mandarines. Les mandarines. Или как еще, когда я праздновала Новый год во Франции, я встречала в таких фруктовых отделах – это клементины. Это как, можно так сказать, смесь апельсина с мандарином. То есть, как бы такой плод, да, смешанный. Получается клементины. Чаще всего я видела их там. Ну, у нас будут мандарины. Ле mandarines. Ле mandarines. Отлично. Так, ну и, конечно же, большое количество салатов, которые просто... Ле саляда. Ле саляда. Отлично. Так, ну куда же без него? Шампанское. Ля шампанья. Ля шампанья. Еще разочек. Ля шампанья. Ну и, конечно же, газировка лимонад. Ля лимонад. Ля лимонад. Отлично. Так, мы закончили с приготовлением к столу. Список у нас уже все. Мы все купили. А теперь давайте позаботимся о нашем наряде. К новому... Значит, к празднику, да? Ля теню. Наряд. Ля теню. То есть, это какой-то подобранный красивый наряд. Ля теню. Ля теню. Отлично. Так, конечно же, необходимо позаботиться о прическе. Ля коафюра. Ля коафюра. Ля коафюра. Отлично. Ну что же, мы все сделали. Теперь необходимо просто хорошее настроение. Ля бон умер. Ля бон умер. Ля бон умер. Отлично. Так, теперь мы разберемся с глаголами, которые помогали нам в приготовлении сегодня. Украшать. Де коэре. Еще разочек. Де коэре. Де коэре. Отлично. Далее. Дарить. Офрири. Офрири. Этот глагол, он спрягается, как первая группа. То есть, другими словами, мы убираем «ир» на конце и добавляем окончание первой группы. «Э», «Эс», «Э», «ОНС», «Эз», «Энт». Ну и, конечно же, накрывать на стол. «Метра ля табль». Метра ля табль. Отлично. Так, праздновать. Самое главное, что нам необходимо, это праздновать. «Селебрэ». «Се-ле-брэ». «Селебрэ». Праздновать очень много значений в французском языке. Просто это слово такое насыщенное, красивое. Я люблю его использовать. Но еще можно сказать «фетер», да? Так, ну что же, давайте составим предложение. Я украшаю елку игрушками. «Je décor le sapin des boules brillantes». «Je décor le sapin des boules brillantes». Еще разочек. «Je décor le sapin des boules brillantes». Великолепно. Далее. Под нашей елкой есть новогодние подарки. «Су нотре арбр дунуэль, илья дезетренна». «Су нотре арбр дунуэль, илья дезетренна». Отлично. Так, мы празднуем Новый год в кругу семьи. «Nous célébrons le nouvelien au milieu de la famille». «Nous célébrons le nouvelien au milieu de la famille». Так, папа наливает шампанское в бокалы. То есть мы уже представляем в домашней обстановке, да, себя, когда уже практически остаются считанные секунды до Нового года. «Papa verse la champagne dans le flûte». То есть бокалы именно для шампанского – это «flûte» будет, да? Так, «Papa verse la champagne dans le flûte». «Papa verse la champagne dans le flûte». Отлично. Так, «Стол полон вкусных блюд». «La table est pleine de plats délicieux». «La table est pleine de plats délicieux». Ещё разочек. «La table est pleine de plats délicieux». Так, Новый год наступает. Мы уже начинаем отчитывать последние деньки. «Le nouvelien approche». «Le nouvelien approche». Ещё разочек. «Le nouvelien approche». Так, «Я вам желаю счастья». «Je vous souhaite le bonheur». Ещё разочек. «Je vous souhaite le bonheur». «Je vous souhaite le bonheur». Ну и, конечно же, самое главное, что нам нужно сказать в новогоднюю ночь всем своим любимым, всем своим родным и просто всем на свете. «С Новым годом!» «Bon année!» Давайте вместе. «Bon année!» «Bon année!» Ещё разочек. «Bon année!» «Bon année!» «Merci beaucoup pour votre attention». «J'espère que ma leçon aujourd'hui vous a donné beaucoup de plaisir». «Merci pour vos commentaires» «Да, c'est-à-né!» «Je vous souhaite le bonheur». «Ну что же, моя хорошая, на этом я прощаюсь. Остаются считанные деньки до Нового года. Я считаю то, что этот год был таким насыщенным лично для меня. Он подарил мне надежду. Большое спасибо, что за весь этот год вы дарили мне сладкие, тёплые комментарии, поддерживали меня. И в этом году состоялась моя первая трансляция. Благодаря этой трансляции я поняла, насколько мои подписчики ценят меня и мне хочется развивать канал в том же режиме. Ну а также я хочу вам пожелать, чтобы в эту новогоднюю ночь вы поверили в чудеса и чтобы все ваши мечты осуществились. Не бывает такого, чтобы какая-то мечта не осуществлялась. Такое бывало в моей жизни. Просто нужно очень продуманно загадать её в новогоднюю ночь, и она обязательно исполнится. Самая заветная, самая лучшая, она обязательно исполнится. Ну и, конечно же, счастье в наступающем году, чтобы вы были именно счастливы, потому что ничто другое не важно в жизни, как счастье, а самое главное – здоровье. А если будет и счастье, и здоровье, и любовь, то, поверьте, всё в этой жизни возможно. Ну что же, мы увидимся уже в следующем году. Мы уходим на маленькие каникулы и вернёмся совсем скоро. Я вас очень люблю. Спасибо за то, что были со мной в этом году. Ну и маленькое отступление. Для тех, кто не успел в этом году скачать курс французского языка, в описании под видео скачивайте самоучитель абсолютно бесплатно. В инфобоксе вы найдёте волшебную ссылочку и скачивайте курс прямо сейчас. Ну что же, с наступающим вас Новым годом! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»